Всем привет! Добро пожаловать на канал ProVlog и в Мадрид. Сегодня рядом со мной Павел Савинов. Он живет в Мадриде, жил в Чили и расскажет, как обстоят дела в этих городах с IT-индустрией и, собственно, вообще с жизнью. Какого здесь жить? Привет, Паша. Привет, Вика. Привет, Викины зрители с канала ProVlogTV. Возможно, среди них есть и твои зрители, потому что у тебя тоже есть YouTube-канал. Вполне возможно, да. Мы с тобой делали коллаборацию и многие люди, я смотрел, переходили. Это видео, в принципе, одно из самых популярных на моем канале вообще. Получается, что вообще такие самые большие IT-хабы, это, наверное, сейчас, конечно же, Кремниевая долина в США и Берлин, Германия. Но есть еще множество других стран, где тоже приятно, хорошо жить, и в том числе Испания. Расскажи вообще о том, как ты сюда попал, вот в какую-то предысторию. Тебя интересует именно, как я переехал в Мадрид или вообще Испания? С самого начала. Вообще, как ты попал в IT-индустрию и как ты оказался в Испании в первый раз? Ну, с IT у меня, в принципе, достаточно долгая история. У меня с детства компьютеры, как-то интересно было и программирование, и вообще вот все, что с этим связано. Поэтому, когда я выпустился, вопросов, куда идти работать, особо не стояло. Я пошел работать в компанию Diasoft, это такой московский вендор банковского ПО, достаточно известный. Там проработал три года, и там была перспектива поехать за границу работать. Но так получилось, что сказали, что всех, кто будет работать в иностранных филиалах, будут нанимать уже на месте. А я уже этой идеей загорелся и решил, что, ну, может, попробовать переехать. Так получилось, что я учил еще испанский язык, подумал, ну, значит, надо Испанию, искать работу в Испании. И искал, 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 в итоге нашел. Потому что, в принципе, найти работу в Испании достаточно сложно было, безработица большая. Но кто ищет, тот найдет. И предложения были. Отправлял на все вакансии подряд. Откликнулись, нашел работу, переехал. Это в каком году было? Это было в 2012 году. В 2012 году. А ты переехал. Расскажи об этой компании. Это был небольшой стартап, он назывался Pagomatix. И суть была в том, что мы разрабатывали платежный терминал для Испании. То есть, знаешь, в России очень популярны вот эти киви и прочее, где ты можешь телефона платить, какие-то счета, что-то купить и так далее. Вот это было то же самое, только для испанского рынка. И, в принципе, там я занимался, ну, можно сказать, всем. Я делал серверную часть, я делал клиентскую часть, я собирал эти аппараты сами по себе. То есть, в принципе, было очень интересно там работать. И так как это был такой стартап, то никаких ограничений особо не было. Можно было предлагать какие-то технологии, которые я хочу использовать, языки программирования, которые я хочу использовать. То есть, делать, в принципе, все, что угодно было очень интересно. Но проблема оказалась в том, что мне работодатель вроде как обещал, что поспособствует переезду моей семьи тоже в Испанию. У меня на тот момент уже была жена, был маленький ребенок. И, естественно, я не хотел работать в Испании так, чтобы семья была при этом в России. Но так получилось, что вот не смог работодатель сделать визу для моей семьи. Поэтому нам пришлось искать другие варианты. И вот вариант, который мы нашли, оказался переехать в Чили. Ну, вообще нестандартный вариант. И в целом Чили, насколько я знаю, сейчас вот в Южной Америке такой тоже развивающийся IT-хаб. Они очень много денег вкладывают в IT-индустрию. Почему Чили? И почему, как вообще ты искал работу в Чили? Искал работу, в принципе, точно так же, как везде. Сайты по поиску работы. То есть, никаких знакомств или людей, которые меня бы рекомендовали, у меня там не было. И да, действительно, там очень сильно сейчас прет развитие IT. И очень многие компании, даже американские, стараются там открывать офисы. Потому что для чилийцев есть отдельная квота на H1B визы. То есть, они идут не так, как россияне, украинцы и так далее. У них там очень много народу нанимается в офисы в Чили. Какое-то время там работают и переезжают, когда на них посмотрят, кто они. Они переезжают уже в США работать. В принципе, достаточно без проблем, насколько я слышал. Там есть офис Гугла, там есть много других технологических компаний. И я там тоже работу искал по сайтам, нашел предложение, списался с работодателями, прошел интервью по скайпу. В принципе, обсудили предложение, которое они готовы мне сделать по деньгам. И купил билет на самолет и полетел. Но это же так далеко от Чили. Сколько часов лету, я не знаю, там из Мадрида. Да, это вот основная проблема на самом деле переезда в Чили. Это то, что очень далеко. Лететь 13 часов. Ну, 13 часов, это нас не удивишь. Да, наверное. 13 часов у нас тоже лететь столько же. Лететь 13 часов, но в целом полет, к счастью, прошел, в принципе, богополучно. Часовая разница тоже, когда ее меняешь вниз. И она не так сильно чувствуется, как когда возвращаешься, допустим, из Чили в Испанию. Сильнее гораздо джетлаг и вообще. То есть это все ощущается сильней. И так прилетел, в четверг прилетел, в понедельник уже вышел на работу. А сколько ты провел в Чили? В Чили мы прожили два года. И, в принципе, страна мне очень понравилась. Нам там все очень понравилось. Чили в целом такая страна, очень контрастная. Но если ты там зарабатываешь нормальные деньги, если у тебя нормальная работа, ты живешь в хорошем районе, то ты там будешь жить очень хорошо. Проблем не будет ни с образованием, ни с медициной. Единственное, что вот я говорю, что очень далеко лететь. И, конечно, родственники не приезжали, потому что это все из России очень далеко. Реально там от двери до двери около 30 часов, если смотреть. А можешь обозначить основные плюсы для себя и минусы вот в этой стране, как для профессионала и как в целом для человека, который там живет? Ну вот, как я уже сказал, там очень важно иметь высокий доход, потому что все завязано на деньги. То есть бесплатное образование есть в Чили, но оно очень некачественное. И на самом деле все стараются бесплатным образованием не пользоваться. Бесплатная медицина – это вообще кошмар, просто потому что я там однажды проходил мимо государственной больницы, где лечат бесплатно. И там вот проходишь в 20 метрах, уже чувствуешь, насколько там все воняет, потому что там люди бездомные с очень низким доходом, они просто живут рядом с больницей, в палатках, чтобы не потерять очередь. Там же ходят в туалет, чтобы очередь не потерять. Ну, короче, это просто ужас там на самом деле. Но при этом, если у тебя есть деньги, ты платишь за частную страховку, у тебя уровень медицины совсем другой, тебя там с ног до головы оближут, грубо говоря, да, за те деньги, которые ты платишь. И бесплатное образование – немножко еще тоже такая ситуация, что если ты учишься в плохой школе, а бесплатные школы практически все считаются плохими, то тебя не возьмут в хороший университет. Не возьмут в хороший университет, не найдешь хорошую работу. И в целом официально существует социально-экономическая классификация общества, то есть всех поделили на классы от Е до А по уровню дохода. И вот класс Е – это 200 долларов на семью в месяц и ниже. И класс А – это 10 тысяч долларов в месяц на семью и выше. Вот представь, какое расслоение огромное. И классы Е и Д – это 25% населения. То есть расслоение очень большое, там периодически проходят протесты студенческие, рабочие. Они, в принципе, очень любят протестовать за лишние 100 песок зарплате. Но если ты, опять же, повторюсь, если ты работаешь на хорошей работе, у тебя большая зарплата, ты живешь в хорошем районе, никуда не выезжаешь, не смотришь, как живут другие люди. Если тебя это не заботит, в принципе, то ты будешь жить там очень хорошо. Ну вот мы сейчас как-то, это больше такие проблемы общества, да? А что было для тебя плюсами, которые, возможно, бы в какой-то момент могли тебя там оставить жить? Или в целом, что ты там ценил? Самое большое, пожалуй, что мне понравилось в Чили – это люди, которые там живут. То есть люди очень добрые, отзывчивые. Они совершенно не такие, как в Европе, как в России. И мне кажется, вот если искать такое определение «настоящий человек», то вот это про Чилийца, в принципе, среднестатистического. Они очень такие, очень настоящие, очень добрые. Всегда помогут, независимо от того, кто ты, откуда ты и так далее. Всегда постараются тебе чем-то помочь, что-то объяснить, рассказать, поддержать. Ну вот это, пожалуй, основной плюс. Ну и, естественно, если для айтишников, у тебя все-таки канал по айти тематике, там действует уже много лет программа «Стартап Чили», где людям просто за проект дают инвестиции до 120 тысяч долларов на развитие своего продукта. То есть ты представляешь бизнес-план, ты представляешь какой-то MVP, если он у тебя есть, ты представляешь стратегию, как ты будешь развиваться в Чили, почему именно в Чили и так далее. Тебя оценивают. Заявка достаточно простая, форма заявки простая. И тебе говорят, окей, мы тебе даем 90 тысяч невозвратных инвестиций на твой проект, пожалуйста, приезжай, делай. И из этих 90 тысяч ты можешь оплатить билеты на самолет всем членам твоей команды, можешь оплатить жилье, можешь покупать какие-то расходные материалы и так далее. И многие ребята, я даже знаю несколько ребят из России, из Украины, кто сделал там проекты. Выживаемость такого стартапа, в принципе, не очень высокая. То есть выжимаемость на проекте, там порядка 20%. То есть вот в основном люди, 80% компаний, которые так основываются, они тратят все деньги, ну и дальше либо продолжают жить в Чили, но заниматься чем-то другим, работать по найму и так далее, либо уезжают. Но есть и проекты, которые достаточно успешно там живут. Но ты все-таки работал по найму, правильно? Да, я работал там по найму. И это тоже был стартап, кстати говоря, который вырос как раз вот из этой программы Startup Chile, откуда я про нее узнал. И когда я устроился в компанию, это было... Я был пятым сотрудником, и из пятерых человек там двое были братья-основатели компании и три сотрудника по найму. А сейчас, насколько я знаю, у них больше 30 человек работает, они на 5 стран расширились. То есть в принципе дела идут очень неплохо. И это компания AutoFact, что-то типа Carfax в Америке. То есть принцип тот же самый. Ты можешь узнать по номерному знаку автомобиля, можешь узнать всю его историю, кто им владел, был ли он в такси, какие на нем штрафы и так далее, были аварии и так далее и тому подобное. В общем, чилийский аналог Carfax. А как для профессионала, для человека, который работал в найме? Там, IT-индустрия, какие у тебя плюсы и минусы? Вот, не знаю, начиная от общения с коллегами и заканчивая каким-то ростом, профессиональным развитием. В этом плане тоже очень много возможностей. И, насколько я знаю, много наших ребят туда едет именно с прицелом на то, что через 5 лет там можно получить чилийский паспорт. Соответственно, это тебе открывает определенные пути в Америку. И многие так думают, что, ну, в принципе, 5 лет не так и много. Вот я поработаю в Чили, 5 лет поживу, получу без проблем чилийский паспорт и потом поеду работать в Соединенные Штаты. И в целом, как я уже сказал, опять же, IT очень развита, много крупных компаний. И из такого вот явного, если брать положительные моменты, очень хорошо платят в IT в Чили. То есть программисты на уровне с адвокатами, на уровне с инженерами-горняками в Чили находятся. Очень хорошие зарплаты, которые позволяют, ну, вполне комфортно жить, даже если у тебя есть дети, тебе нужна страховка, образование и так далее. Ну, можешь озвучить какую-то вилку? Понятно, что ты уже достаточно давно живешь в Испании, но просто вот как ориентировочно, сколько это были, какие зарплаты? Там все цифры в Песо, если кому интересно, можете погуглить, перевести, но нормальный программист с уровнем, там, от 5 лет, да, мидл уровня будет получать порядка 2 миллионов Песо в месяц на руки. То есть это достаточно приличная сумма. Вот IT-комьюнити, ну, понятно, что оно там большое, но вот взаимодействие между коллегами, насколько близко, насколько хорошо воспринимают экспатов там? Если конкретно мы IT-индустрию берем, то там очень много экспатов из самых разных стран, потому что люди едут, как бы в основном IT-проекты, это вот этот вот стартап Чили, их там просто очень-очень много. Они стартап Чили, программа действует с 11-го года, то есть уже 8 поколений, и каждое поколение это в основном иностранцы, то есть чилийцы тоже подают в эту программу, но в основном все-таки иностранцы, очень много американцев, очень много испанцев туда приезжают делать свои проекты, и они как бы не замкнуты на местный рынок труда, они нанимают очень много иностранцев в том числе, и сделать рабочую визу в Чили, по крайней мере, для граждан России, Украины, Белоруссии, очень-очень просто, это делается смена статуса, просто не выезжая из страны, то есть ты приезжаешь как турист, тебе дают контракт, ты его отправляешь по почте в миграционную службу, через две недели у тебя есть разрешение на работу на руках, через месяц у тебя есть карта резидента, у тебя есть рабочая виза, и все. Вообще проблем, препятствий никаких с точки зрения властей нет. Сколько у тебя заняло от поиска работы до переезда времени? Я достаточно быстро нашел работу, наверное, потому что у меня уже был испанский язык на тот момент, то есть интервью я проходил на испанском, по скайпу, и мне сделали несколько предложений из трех компаний, я выбрал одно, и мне сказали, ну вот когда ты сможешь приехать? Я говорю, в понедельник могу прийти в офис, ну окей, давай. Забронировал квартиру на Airbnb на первое время, купил билеты и полетели. Профессиональная культура, то, что часто не принимается во внимание, когда ты вроде ищешь работу, но то, что может сделать твою работу очень некомфортной. Вот какая она в Чили? Насколько близко у тебя было общение с твоими коллегами? В принципе, там это очень развито, то есть там стараются какой-то национальный колорит, если у тебя чилийские работодатели, чилийская компания, чилийские коллеги, национальный колорит принести в офис, то есть все праздники национальные отмечаются, вот у них как раз в сентябре будут большие праздники, дни рождения обязательно тоже отмечаются, тортики, свечки, и в целом люди выезжают на природу, люди выезжают в горы, там можно кататься на лыжах практически круглый год, там есть снег, люди выезжают на океан, то есть, в принципе, в Чили, она страна достаточно длинная и узкая, там есть все типы климата абсолютно, хочешь, можешь поехать на юг посмотреть пингвинов, хочешь, можешь поехать в горы два часа от Сантьяго покататься на лыжах, хочешь, можешь два часа в другую сторону, и у тебя будет океан. Тихий океан, конечно, не такой комфортный для купания, но опять же, смотря куда поехать, есть и курортные места, где, в принципе, там, допустим, есть городок Сан-Антонио, где самый длинный бассейн в мире, бассейн длиной полтора километра, представляешь, он прямо вот на берегу океана, видимо, решили в отеле, что, ну, раз в океане купаться нельзя, давайте сделаем такой бассейн, который будет как океан. Ощущение теплый, но океан виден. Да, океан, просто видишь океан, прям вот бассейн, он находится, он не крытый, и он прямо вот на берегу, ты видишь океан из бассейна, ну, вроде как тепло, волны там где-то плещутся, создают антураж. Да, да. Ну, в принципе, да, культурные аспекты, это достаточно важно, важно поддерживать хорошее отношение с коллегами, для этого, естественно, нужен язык, если ты, опять же, идешь в чилийскую компанию, но английского вполне может хватить для работы в IT. А вот ты со своими коллегами, не знаю, ходил там в бар куда-то, встречался в выходные, какого уровня это было общение? Да, как я уже сказал, все-таки стараются поддерживать близкие отношения с коллегами, и мы ходили и в кино, и гулять, вместе там бегали на холл, на велосипедах ездили, в горы ездили, в общем, культурная программа. Стараешься, ну, и как-то, особенно, когда у тебя нет друзей, там каких-то близких друзей, ты стараешься их найти, если тебе нужно какое-то живое общение. И люди, как я уже сказал, люди очень добрые, они идут навстречу, если ты не знаешь испанский, они с тобой будут разговаривать по-английски, как-то на ломаном английском вы друг друга поймете, если даже английского нет нормального, с этим нет проблем. Как бы дружба-дружба, все хорошо, но когда ты вроде бы как профессионал, тебе хочется развиваться как профессионал. Вот об этой стороне расскажи немного. Да, Чили, они, в принципе, после Пиночета очень сильно ориентированы на США и стараются по максимуму копировать и американскую рабочую атмосферу, и вот этот настрой на то, что на работе мы работаем, а на отдыхе мы отдыхаем. И да, в принципе, они стараются нанимать профессионалов, то есть люди, с которыми я работал, были достаточно хорошими профессионалами, не было такого, что, вот, как, например, многие любят рассказывать с ребятами из Индии, когда они работают, там есть какие-то проблемные места, у очень многих проблемные отношения, да, с чилийцами нет такого, они стараются, наоборот, как-то себя показать, проявить, стремятся вырасти и, в принципе, им дают возможность расти, то есть нет такого, что вот есть какой-то начальник и отношения строятся в стиле «ты начальник, я дурак», нет такого. То есть начальник, как правило, по крайней мере, в том месте, где я работал и про те компании, про которые слышал я, всегда стараются дать возможности карьерного роста, ну, то есть, в принципе, это ориентировано больше на американскую модель, я думаю, она тебе очень хорошо знакома. А что касается безопасности, у меня был на канале парень, который жил в Бразилии, и вот он рассказывал, ну, и вообще про Бразилию известно, что там очень страшно воруют, и что вот он рассказывал, ну, если ты знаешь какие-то правила, там, не брать часы, не показывать телефон на этом, ну, это ты привыкаешь, и вроде бы как хорошо живется, но в целом это такие ограничения. Вот в Чили, как с безопасностью? Здесь все очень сильно зависит от того, в каком ты районе живешь, и как часто, и в каких условиях ты выезжаешь в другие места, в которые, в принципе, выезжать, наверное, не следовало бы, да? Есть курортные городки, курортные места, где очень безопасно. Есть районы Сантьяго, где очень безопасно. Я не знаю почему, но, как бы, такие криминальные элементы, скажем так, не идут особо в эти районы, наверное, просто потому, что знают, что там достаточно много полиции, там везде CCTV, эти камеры наружного наблюдения, которые, если что, помогут определить человека, его найти и задержать, и в хороших районах, в принципе, там безопасно. А вот, кстати, в одном из твоих видео я слышала, что там какое-то неимоверное количество полиции на душу населения. Это так? Да, это так. И на самом деле в плохих районах ее еще больше, потому что очень часто протестуют люди, как я уже сказал, что протестуют буквально там за доллар подъема зарплаты, и периодически эти протесты перерастают во что-то большее, в поджог покрышек, в бутылки с зажигательной смесью, в драки с полицией и так далее. Но это, как правило, происходит в таких бедных районах, и полиция особо не церемонится, прямо скажем. И у них достаточно популярная программа есть на государственном телевидении, они показывают, как полицейские ходят у них вот на плечах камеры, и они снимают свою повседневную работу, как они работают, как они разгоняют демонстрации, как они ловят наркоторговцев и так далее. И полиция, в принципе, пользуется доверием у нормальных людей, кто не живет криминальной жизнью. А что же все-таки тебя заставило уехать из Чили? Ну, как я уже сказал, что основной проблемой, прямо на мой взгляд, Чили, это является то, что очень-очень далеко. То есть родители не приезжают, не видят внуков, капают на мозг. Ну, естественно, ничего хорошего из этого не происходит. И хотелось, чтобы они имели возможность тоже приехать, увидеть внуков, увидеться с тобой, пообщаться живую. И второй момент, все-таки у меня сейчас уже двое детей, мы планировали тогда уже второго ребенка, пока жили в Чили. И все-таки для семьи с двумя детьми, для того, чтобы дать им хорошее образование гарантированно, моей зарплаты, наверное, бы не хватило. То есть пришлось бы что-то еще искать, как-то гораздо более жестко работать, чтобы иметь возможность отрастить двоих детей. Ты вернулся в Испанию. Что поменялось? Первый раз у тебя не получилось перевести семью. А сейчас ты уже здесь года четыре, правильно? Да. Ты здесь с женой, с детьми. Что-то изменилось в законе? Или что произошло? Да, в 2014 году приняли новое законодательство, которое позволяет, в принципе, без проблем перевозить высококвалифицированных специалистов. Определили ряд критериев, по которым определяются квалифицированные специалисты. Один из этих критериев, что у тебя есть высшее образование не ниже бакалавра. То есть вот такой вот специалист, грубо говоря, каждый третий человек в Российской Федерации с дипломом в высшем образовании уже специалист по испанским меркам. И, естественно, нужен контракт на работу. То есть нужно, чтобы тебе предложила работу испанская компания. Это может быть американская компания, работающая в Испании. Короче говоря, любая испанская компания, которая может тебе предложить определенный порог заработной платы. И на данный момент он составляет, по-моему, минимум 40 тысяч евро в год. Да. Ну, то есть достаточно такие легкие требования, которые ему удовлетворить. Нашел работу и там высшее образование, и ты можешь уже переезжать в Испанию. Да, у тебя есть высшее образование, у тебя есть предложение работы с зарплатой 40 тысяч евро в год до налогов. И это, в принципе, открывает тебе путь. Такие визы рассматриваются достаточно быстро и дают их достаточно просто, насколько я знаю. То есть вот пока я здесь живу, очень много людей переехало по такой же визе. Особенно с приходом Амазона в Мадрид, в Барселону. Они очень много народу перевозят, потому что у них постоянно большое количество вакансий открыто. Здесь есть также Google. У них есть... Программистов здесь нет, но есть технические консультанты, пресейл и так далее. То есть более-менее тоже связано с программированием. Какое-то программирование там нужно, знание технологий, языков программирования и так далее. Они тоже перевозят специалистов. В общем, крупные компании потихоньку заходят. И, на мой взгляд, IT-индустрия за последние три года, по крайней мере, очень сильно на подъеме. В сравнении Россия, Чили и Испания в жизни. Есть какие-то особенности? Ну, я думаю, что основной особенностью является то, что все неоднократно слышали про Испанию, что они такие очень неспешные. И тебе говорят завтра, означает, что вполне возможно никогда. Грубо говоря, и все нужно ждать. То есть ты сдаешь машину в ремонт, закрасить царапину, ты ее будешь ждать 10 дней. Каких-то дедлайнов... Вот ты меня спрашивала про дедлайны. На IT-компаниях это тоже отражается. То есть у нас, допустим, продуктовая компания, и вроде как дедлайны быть должны, но по функционалу их нет. Есть только дедлайн раз в год. Вот на выпуск, когда версию выпускаем раз в год. Вот он есть. Давайте вот к этой дате, пожалуйста, подойдем с таким функционалом. Не подошли. Ну, не получилось. Ну, в следующем году. То есть все достаточно спокойно. И кого-то это раздражает. Особенно, кто приезжает из Москвы, например, кто привык очень быстро жить. Здесь этого нет. Здесь все живут так потихоньку. Но к этому привыкаешь. И это в какой-то степени даже начинает нравиться. Я думаю, даже если раньше ты привык жить быстро, то легко перестраиваешься и живешь в таком неспешном ритме. А плюсы и минусы для тебя в жизни в Испании? Ну, наверное, основной плюс жизни в Испании – это как здесь все устроено с точки зрения социальной программы. Очень хорошая поддержка государства за те налоги, которые ты здесь платишь. Налоги достаточно высокие. Но ты получаешь за них чистые парки, хорошие школы с хорошим образованием. Образование здесь, кстати, двуязычное во многих школах. То есть часть предметов преподают на английском сразу же. Причем во многих школах, даже государственных, это носители языка. И очень хорошая медицина, даже государственная, очень качественная. В тот же момент у тебя есть возможность иметь дополнительную медицинскую страховку. Ты хочешь идешь в частную клинику, хочешь идешь в государственную клинику. Никогда нет никаких очередей, соответственно. Ты сам решаешь, что выбрать. И в целом, да, социальная программа – это то, чем очень сильно привлекает Испания. По крайней мере, за те налоги, которые здесь приходится платить. Что касается минусов, наверное, сюда не очень легко попасть в том плане, что, казалось бы, такие требования высшее образование и 40 тысяч евро в год. Но вот эту цифру 40 тысяч евро в год предлагают далеко не все. То есть, в принципе, большую зарплату здесь придется еще поискать. И средняя зарплата в IT – 35 тысяч евро в год в Испании. И в регионах она гораздо ниже. То есть, в регионах можно получать и 20 тысяч, 25 тысяч. Вот я недавно слышал историю парня, который сюда переехал на 25 тысяч евро в год. Но серьезно, вот если у тебя семья, особенно если у тебя есть дети, 25 тысяч евро в год – это очень-очень мало. Придется жить от зарплаты до зарплаты, в чем-то себе отказывать. Все-таки можешь по какими-то более подробными цифрами поделиться. Сколько нужно денег для того, чтобы комфортно жить в Мадриде? Ну, опять же, зависит от того, какой у вас состав семьи. Но на троих, если у вас мама, папа и маленький ребенок, но не настолько маленький, чтобы ходить в садик, то есть ему больше трех лет, он уже ходит в бесплатную школу. За школу платить не обязательно. Да, с трех лет уже начинается школа. Она еще не обязательна с трех до шести лет, но очень желательна, и многие, естественно, отдают для того, чтобы иметь возможность работать. И, наверное, для того, чтобы комфортно жить в таком составе семьи, достаточно будет 45 тысяч в год. Вот это такая минимальная цифра, чтобы иметь возможность как-то платить за транспорт, кушать ни в чем себе не отказывая, покупать одежду, иметь возможность снимать неплохое жилье в нормальном районе. Это, кстати, очень больная тема для Мадрида, то есть именно жилье. И по последним статистическим данным, здесь соотношение доходов и стоимости жилья, оно выше, чем в Нью-Йорке. То есть, да, представляешь? Поделись цифрами, сколько, например, стоит снять квартиру для троих человек? Здесь, в принципе, по закону у вас должно быть 12 квадратных метров на человека. То есть на троих не такая большая квартира требуется. И обычно кто с одним ребенком снимают либо на одну спальню квартиру, либо на две спальни. И квартира 65 метров в приличном районе на две спальни, достаточно небольшие, обойдется около 1300 евро в месяц снимать. Обычно просят месяц вперед, два месяца депозита и какие-то гарантии, то есть требуют контракт на работу. Если у тебя его нет, то снять будет проблематично. А вот ты про налоги сказал, что хороший социальный пакет. А налоги какие? Прогрессивные? Понятное дело, что почти везде в Европе. Ну, может, какой-то диапазон налоговый? Прогрессивная шкала. И вот если мы берем вот этот минимум для специалистов 40 тысяч в год, то такой специалист будет платить порядка 29% налогов. Ну, в принципе, это и... Да, но это на самом деле еще накладывает определенный отпечаток на работодателя, потому что работодатель за тебя платит еще социальные платежи, не из твоей зарплаты вычитая. То есть ты платишь социалку, ты платишь налоги, ты платишь еще какие-то свои страховки, если они у тебя есть, необязательные. Плюс работодатель за тебя платит 29% твоей зарплаты, социальных платежей на случай, если ты потерял трудоспособность, если ты ушел в декрет, здесь есть декрет для мужчин в том числе, кстати. И все вот эти вот выплаты, они ложатся на работодателя, грубо говоря. Поэтому еще проблема, что работодатели не стремятся предложить много денег, потому что если ты предлагаешь 100 тысяч, то тебе работник обходится в 130, а на руки он получит примерно 55. То есть так налоги, собственно, делятся, да? С одной стороны ты платишь, с другой стороны работодатель еще какие-то... Да, ты платишь налог на доходы, ты платишь свою социалку, то есть за медицину, например, государственную платишь ты, а дополнительное покрытие платит за тебя еще работодатель. И это покрытие, оно, в принципе, достаточно серьезно бьет по карману работодателя. Предлагаю вернуться все-таки еще к Чили, потому что я забыла аналогичный вопрос задать. Можешь вот тоже сравнить какие-то, ну это будут в песо, да, стоимость там жилья и так далее? Да, как я уже сказал, вот если у тебя есть зарплата, 2 миллиона песо в месяц на руки это хорошая зарплата. И действительно, имея 2 миллиона песо в месяц, хорошее жилье в очень хорошем районе будет тебе стоить порядка 500 тысяч песо. И на все остальное у тебя будет уходить еще, ну, наверное, миллион. При этом ты сможешь себе позволить машину, ты сможешь себе позволить качественные продукты, одежду, путешествия, отдых и так далее. И у тебя будет еще порядка 300-400, может быть, 500 тысяч песо оставаться, что, в принципе, неплохо. И, насколько я знаю, сейчас курс песо, 500 тысяч песо – это около 1000 долларов. Ну да, неплохо. Поняла, хорошо, возвращаемся тогда снова в Испанию. Расскажи о том, насколько вот у тебя получается интегрироваться в общество. Потому что иммиграция – такое дело, что либо это может быть а-ля изгнание, когда ты будешь жить где-то среди своих, да, и тебя окружающее общество, вот местное, оно тебя не пускает, либо, наоборот, ты можешь интегрироваться. Вот как у тебя в Испании? Кто твои друзья? Они русскоязычные или испаноязычные? Да, здесь, в принципе, на мой взгляд, очень сильно зависит от того, что ищет человек. Здесь есть, как и везде, я думаю, районы, где компактно проживают русскоговорящие люди с Украины, с России, с Белоруссии. И очень многие, особенно кто языка не знает, на первое время стараются в этих районах поселиться. Ну, понятно, чтобы порешать какие-то свои бытовые проблемы, проблемы с документами. Опять же, найти работу. Многие ведь приезжают, не имея работы, надежда на то, что они здесь хоть какую-то работу найдут, как и в любой другой стране, в принципе. А есть люди, которые приезжают, у них нет проблем с языком уже, у них есть какая-то среда, где они могут завести себе новые знакомства, друзей. И, наверное, вот это мой случай. То есть я дружу, в принципе, с ребятами с работы, мы куда-то ходим, помимо работы, в кафе, на какие-то мероприятия, спортивные мероприятия и так далее. Вместе встречаемся, общаемся. И, да, в основном мои друзья здесь испаноговорящие. Ты, собственно, интегрирован в общество. Твои друзья испанцы, испаноговорящие. И они в общении тебя хорошо принимают. Вот ты, кстати, рассказал в общении за камерой, вне камеры, о том, как вы общаетесь на работе на обеде. Вот когда у вас есть испанцы, есть там не говорящие по-испански, что испанцы говорят на испанском языке, им, в принципе, всё равно. Знаешь ты или не знаешь испанский, да? Да, это, к сожалению, наверное, так. И, к моему счастью, я испанский знаю достаточно хорошо. Но в большинстве своём это так происходит. То есть если есть человек, который по-испански не говорит, и несколько испанцев, они будут о своём разговаривать по-испански, им абсолютно всё равно. Знаешь ты, не знаешь, понимаешь, не понимаешь. И я думаю, что многие люди чувствуют себя некомфортно. Это видно порой по выражению их лиц. Тоже такой вот момент профессиональной культуры, если хочешь. Ну да. Ещё расскажи какие-то вот моменты, связанные с работой. Я знаю, что, опять же, что вы здесь как-то летом очень мало работаете. Это правда? Вот расскажи об этом. Да, очень многие испанские компании, они летом делают так называемое интенсивное расписание. Я не знаю, почему они его называют интенсивным, но суть обычно в том, что все работают без обеда, но с 9 до 3. То есть ты приходишь на работу в 9 часов, до 3 часов ты работаешь, и потом тебе дают время для того, чтобы насладиться погодой, побыть с семьёй, поехать куда-то в бассейн, в аквапарк и так далее. В общем, отдохнуть. Ну, это интенсивно, это что значит, что человек приходит и очень настроен на работу, работает, работает, работает и ушёл? Подразумевается, что это происходит именно так. На деле, естественно, с испанским спокойствием, неторопливостью так не происходит. И вот из этих там 6 часов работы, когда человек должен интенсивно работать, ну, я думаю, что часа 2 уходит на то, чтобы попить кофе, сходить в туалет, у нас там настольные игры поиграть, приставку поиграть, что-то обсудить с коллегами и так далее и тому подобное. В общем, по факту выходит часа 4 рабочего времени. Я поняла. Ну, в общем, Испания – страна гедонистов, да? Можно и так сказать, да. Давай тогда больше о твоей компании. Ты сейчас сказал, что ты работаешь в продуктовой компании. Чем вы занимаетесь? Это компания LifeRay, она, в принципе, американская. У них главной офис в Лос-Анджелесе. И мы делаем портальное решение, то есть по аналогии с IBM WebSphere портал, например. То есть и сейчас мы также развиваем решение для электронной коммерции, для электронного маркинга, то есть пытаемся как-то конкурировать с Adobe Experience Cloud и прочими подобными продуктами. В принципе, получается успешно, если верить различным агентствам типа Gartner, Forrester и так далее. Мои подписчики в последнее время мне вменяют вину, что я достаточно мало разговариваю о рабочих процессах. Расскажи, как устроены рабочие процессы в вашей компании и типичны ли они в целом для испанского рынка, поскольку компания – это американская. Я думаю, что технологические процессы в IT-компаниях, тем более в IT-компаниях американских, они более-менее одинаковые, то есть все стараются использовать какую-то agile методологию, работать быстро с принтами по неделе, по две, как-то планировать все заранее, иметь мультифункциональные команды с разделением ролей, есть там Product Manager, есть UX, есть Front-End разработчики, есть Back-End разработчики, есть DevOps отдельно у кого-то, у кого-то нет. В общем, стараются как-то так поделить. И да, как я уже сказал, работаем точно так же, как работают в США, с принтами по две недели, планируя заранее все в жире. Расскажи о типичном процессе собеседований, который проходит человек, который еще здесь работал, в IT. Я думаю, что, опять же, ничем не отличается. И сейчас большинство IT-компаний, особенно американских, стараются копировать грандов Google, Amazon, Facebook и так далее. То есть сначала делают какой-то такой фон-скрин, где пытаются понять, насколько ты вообще адекватен, насколько ты можешь соответствовать вакансии, насколько ты говоришь по-английски. Это очень важно, как сейчас везде войти. И если ты этот фон-скрин проходишь, тебя приглашают на он-сайт интервью, где у тебя там от трех до пяти интервью с различными задачами на код, на дизайн, на распределенную систему и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, процесс, он примерно одинаков сейчас везде. Все стараются скопировать Google, так скажем. Да, они первые вроде как начали такую систему применять. Что касается визы. Ну, вроде бы, как ты сказал, что ее не так, чтобы очень сложно получить. Ну, вот есть Евросоюз, да? Могу ли я, при том, что я получила вот эту в Испании разрешение на работу, поехать с ним же работать, например, в Германию? К сожалению, нет. И здесь это достаточно больная тема. То есть, когда в Евросоюзе, по-моему, в 2004 году ввели вот эту систему голубых карт для профессионалов, Испания это поддержала, но немножко на своей волне, потому что европейское законодательство четко не обозначило вот эти критерии для профессионалов, и оно это отдало на откуп национальным правительствам. И испанцы сказали, окей, у нас будет тоже Blue Card, потому что вот Евросоюз требует ввести Blue Card, у нас будет Blue Card. Но требованием для Blue Card мы поставим такой пункт, что необходимо доказать отсутствие на испанском рынке специалиста, который может такую вакансию заполнить. А с безработицей, которая на тот момент была там по 30%, это было практически нереально сделать. Всегда обязательно на бирже Трудайн найдется человек, либо его обучат за три месяца и обязательно его предложат на эту должность. И вот до 2014 года, по сути, не было закона, который позволял бы реально привезти специалиста. Я слышал, что за все время было 160, по-моему, случаев, когда реально оформили Blue Card в Испании, но это, очевидно, были такие случаи, когда компания очень хотела привезти конкретного специалиста, а специалист очень хотел в Испанию. Скорее всего, это были случаи, когда испанцы, там люди, может быть, испаноговорящие, не испанцы, но испаноговорящие, хотели переехать жить в Испанию, скажем, в Латинской Америке, и попросили свою компанию, слушайте, вот давайте меня отправим в Испанию. И адвокаты там искали, искали способ, нашли, как-то обходили вот все эти государственные препоны и перевезли человека, потому что, ну, 160 случаев за все время это очень-очень мало. Есть еще такой эти хаб в Испании, Барселона. Почему ты не выбрал его, например? Ну, на самом деле, почему не Барселона, это уже мое личное предпочтение, потому что я, в отличие от многих людей, кто приезжает в Испанию, не люблю море и очень сильно не люблю влажность. То есть вот когда влажно, это прям не мое совершенно. Здесь, в Мадриде, влажность на уровне, там, 20-30%, и даже зимой влажность невысокая, и это очень комфортно. Я жил первый год, когда я переехал в Испанию, в 2012 году. Я жил на море, на побережье, и это было очень некомфортно, на мой взгляд. Но в целом, если Барселону смотреть, то по зарплате, по количеству вакансий, мне кажется, она даже превосходит Мадрид, если именно IT брать. Там очень-очень много стартапов, и многие крупнотехнологические компании также туда переезжают. Помимо Барселоны и Мадрида есть еще Бильбао на севере. Там тоже очень много технологических компаний сейчас и очень неплохие зарплаты. И есть еще мало, где сейчас открывается много аутсорс-компаний типа Ипама, типа Циклума и так далее. И они активно перевозят людей из стран СНГ. Как тебе кажется, вот, в принципе, средний уровень IT-специалистов здесь на каком уровне? К сожалению, мне кажется, это не только испанская сейчас проблема, но проблема общемировая, что уровень специалистов в IT, он падает. К сожалению. И лично, вот, на мой взгляд, причина этому в том, что очень много компаний появилось, таких буткемпов, да, которые воспитали за последние годы просто огромное количество специалистов по поиску работы. То есть человек заточен на то, чтобы найти работу в IT. Он знает, как проходить собеседование, знает все типовые задачи, знает, как что решать. Но при этом, попав на реальную работу, он немножко теряется и не понимает, что делать. Это, конечно, не ко всем относится, но, к сожалению, опять же, как я уже сказал, уровень сильно упал за последние годы. И то, что я видел, например, в Чили, мне нравилось больше по уровню специалистов, чем то, что я вижу здесь. Но, опять же, это вот вина таких компаний и популяризации профессии во многом. То есть все крупные компании способствуют сейчас популяризации профессии программиста, тестера, DevOps-специалистов и так далее. Ну и, соответственно, когда есть такой спрос, есть и предложение. Приходите, мы вас научим за три месяца, как стать программистом и зарабатывать там 50 тысяч евро в год. Но, к сожалению, так не происходит. Либо происходит, но в очень маленьком проценте случаев. Поэтому, да, уровень упал. Какие у тебя планы на профессиональную жизнь и, в принципе, на жизнь? Планируешь ли ты оставаться здесь? Как мы уже говорили, да, вне камеры, мы пока планируем жить здесь. И я думаю, что, в принципе, очень неплохо жить здесь, а работать на американскую компанию. Причем можно работать удаленно и зарабатывать такую среднюю американскую зарплату, но при этом ты будешь жить в Испании, у тебя будут испанские затраты, которые, в принципе, меньше, чем затраты в США. Спасибо тебе за интервью. Спасибо, что поделился с моими зрителями и со мной, в том числе, таким айтишным и жизненным взглядом на Мадрид, на Испанию. Еще раз спасибо. И если ребята хотят больше узнать об Испании, я оставлю ссылочку на твой канал. Я надеюсь, что ты его будешь поддерживать и развивать, потому что это интересно всегда узнать, как обстоят дела изнутри. Да, тебе большое спасибо. Было очень приятно с тобой познакомиться. Заочно мы знакомы уже достаточно давно, но вот наконец-то встретились. Вообще мало какие блогеры доезжают до Мадрида, мало с кем удается лично познакомиться. Так что большое спасибо. Спасибо тебе еще раз. На этом все. Всем пока. Не забывайте подписаться и на мой канал. Всем пока.